Здравствуйте! Сегодня у нас урок русского языка. И с вами Екатерина Зеленская. Тема нашего урока – род несклоняемых имен существительных. Для начала давайте разберемся, что такое несклоняемые имена существительные. Склонение – это изменение по падежам, а значит, несклоняемые существительные – это существительные, которые при склонении во всех падежах имеют одну и ту же форму. Давайте сравним склоняемое имя существительное и несклоняемое. Например, автобус – склоняемое имя существительное, метро – несклоняемое. Зададим к ним падежные вопросы. Автобус – метро. Нет автобуса – нет метро. Подойти к автобусу – подойти к метро. Вижу автобус – вижу метро. Любуюсь автобусом – любуюсь метро. Думаю об автобусе, думаю о метро. Вы видите, что в слове автобус у нас изменяются окончания. В слове метро ничего не изменяется, поэтому у несклоняемых имен существительных нет окончаний. В большинстве случаев несклоняемые имена существительные имеют иноязычное происхождение. Они заканчиваются на О, например, метро, на Е, например, кафе, на Э, например, алоэ, на И, например, такси, на У, например, какаду, на Ю, например, интервью. Никаких окончаний они не имеют. Но раз они не имеют окончаний, то каким образом мы можем определить у них род? Ведь у склоняемых существительных род мы определяем по окончаниям, а что же тогда делать с несклоняемыми существительными, у которых нет окончаний? Род несклоняемых существительных мы определяем по их значению. А именно, если существительное несклоняемое и оно неодушевленное, то в большинстве случаев оно относится к среднему роду. Вот, например, пальто, несклоняемое, неодушевленное, значит, среднего рода, например, модное пальто. Или метро, несклоняемое, неодушевленное, а значит, среднего рода, новое метро. Такси, быстрое такси. Алоэ, зеленое алоэ и так далее. К мужскому роду относятся несклоняемые имена существительные, называющие представителей мужского пола. Например, месье, красивый месье. Или дэнди, как дэнди лондонский одет. Также есть два слова исключения, кофе и пенальти. Например, бразильский кофе. Или удачный пенальти. К мужскому роду также относятся несклоняемые существительные, называющие некоторые категории. Итак, давайте разберемся. Категория первая. Несклоняемые названия профессий. Например, конферансье. Опытный конферансье. Портье. Строгий портье. Также к мужскому роду относятся несклоняемые названия животных. Например, шимпанзе. Добродушный шимпанзе. Или кенгуру. Быстрый кенгуру. Но если в контексте речь идет непосредственно о самке данных животных, то эти существительные будут женского рода. Например, самка шимпанзе кормила детеныша. В этом случае будет женского рода. Следующая категория несклоняемых существительных – это названия языков. Например, урду, хинди, трудный урду, мелодичный хинди и другие. Следующая категория – это названия ветров. Например, сиропка, торнадо, ужасающий сиропка, сильный торнадо и другие. Также к мужскому роду относятся названия сыров. Например, сулугуни. Вкусный сулугуни. Или дорогой бри. Вот несклоняемые существительные, которые относятся к мужскому роду. К женскому роду относятся существительные, называющие лица женского пола. Например, мадам, мадмуазель, мисс, миссис, фрау и другие. Например, старая фрау, молодая мадмуазель. К женскому роду также относятся шесть слов-исключений. Первое – авеню. Улица. Широкая авеню. Второе – кальраби. Капуста. Свежая кальраби. Третье – иваси. Рыба – маринованная иваси. Четвертое – салями, колбаса. Дорогая – салями. Пятое – цеце, муха. Злая – цеце. И последнее – берибери, болезнь. Опасная берибери. Это существительные, которые относятся к женскому роду. Есть также двуродовые существительные. Например, калибри. Калибри можно употреблять также и в женском роде. Например, маленькая калибри. Также к несклоняемым именам существительным относятся некоторые географические названия. Например, Батуми, Миссисипи и другие. Мы определяем их род по родовому наименованию. Например, если Батуми – это город, а город мужского рода, то Батуми тоже будет мужского рода. Например, солнечный Батуми. Если Миссисипи – это река, а значит женского рода, то и Миссисипи тоже будет женского рода. Полноводная Миссисипи. Или, например, ГОБИ – пустыня женского рода. Значит, жаркая ГОБИ. К несклоняемым именам существительным относятся большинство аббревиатур. Например, МГУ, ООН и другие. Как определить род несклоняемых аббревиатур? Мы определяем их род по опорному слову. Для этого нужно расшифровать, например, МГУ – Московский государственный университет. Опорное слово – университет. Мужской род. Значит, Большой МГУ. ООН – Организация Объединенных Наций. Опорное слово – Организация, а значит, женского рода. Международная ООН. Давайте подведем итог. Большинство несклоняемых, неодушевленных существительных относятся к среднему роду. Пальто, метро, кашне и другие. К мужскому роду относятся несклоняемые названия представителей мужского пола – месье, дэнди. Также два слова-исключения – кофе, пенальти. Также к мужскому роду относятся названия некоторых категорий. Например, профессии – конферансье, портье. К женскому роду относятся несклоняемые названия лиц женского пола – мисс, миссис, мадмуазель, пани, фрау и другие. И шесть слов-исключений – Салями, Кальраби, Авеню, Иваси, ЦЦ, Бери-Бери. Названия географических мест мы определяем по их родовому наименованию. Батуми – город, значит, мужской. Гоби – пустыня, значит, женский род. И последние аббревиатуры определяем по опорному слову. ФСБ – Федеральная служба безопасности. Служба опорная, значит, женский род. Давайте решим тест на данную тему. Итак, вопрос. Какое слово имеет окончание – И или И? А значит, какое прилагательное мужского рода? Чтобы определить род прилагательного, нужно сначала определить род определяемого существительного. Конго протекает в тропиках. Конго – это река, а значит, женского рода. Значит, пресноводная Конго протекает в тропиках. Вариант Б. Домино – любимая игра пенсионеров. Игра неодушевленная. Домино – несклоняемое существительное. А значит, домино среднего рода. Увлекательное домино – любимая игра пенсионеров. Тебелиси – город контрастов. Тебелиси – это название города, а значит, мужского рода. Прекрасный Тебелиси – город контрастов. Алиби – это доказательство невиновности, а значит, неодушевленное, несклоняемое существительное. Таким образом, средний род. У подозреваемого – бесспорное алиби. Таким образом, правильный ответ – вариант В. Прекрасный Тебелиси – город контрастов. На этом мы заканчиваем. До свидания. Прекрасный Тебелиси – город контрастов.